Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТУСУ выпуск вечерних новостей. В студии Гульнира Тимиргалеева судоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. И в начале выпуска коротко о самом важном. На пороге перемен. Президент страны Касым Жумар Тукаев озвучил ряд задач новому составу Мажелиса. Перезагрузка. В областном филиале партии Нур-Отан кадровые перестановки. Первый и единственный. Исполнитель традиционных казахских песен удостоился высокой награды. К новым реформам. Глава государства поставил задачи перед новым составом Мажелиса. Они были озвучены в ходе совместного заседания Палат парламента на первой сессии седьмого созыва. Касым Жумар Тукаев затронул ряд сфер, в которых ожидаются серьезные изменения. Какие преобразования ждут страну на пороге 30-летнего юбилея священной независимости, расскажет Дамир Анитов. Первым делом глава государства поздравил всех с успешными выборами. Касым Жумар Тукаев поблагодарил депутатов прошлого созыва за плодотворную работу. И поставил задачи перед новыми депутатами. Ключевой приоритет в работе нового корпуса – улучшение качества жизни населения, заявил президент. Он уверен, что обновленный депутатский корпус достойно справится с поставленными задачами. Мы для этой задачи зовем самых активных. Развитое государство, во-первых, это здоровье граждан. Для этого мы должны создать все условия. До 2025 года мы должны создать инфраструктурную и развитую среду для наших жителей. Для других сфер мы также будем проводить необходимые работы. Требуют перезагрузки и политика по социальному обеспечению. Приоритетом государства должна быть поддержка наиболее уязвимых граждан, уверен президент. Необходимо усилить адресность помощи. Разрабатываемый социальный кодекс даст ответ на развитие этой важной сферы. Особое внимание Хасым Жумар Тукаев уделил и новой концепции пенсионной реформы. Напомним, 1 сентября президент Казахстана, выступая с посланием к народу, объявил, что в 2021 году 700 тысяч вкладчиков ИНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья или другие нужды. По его словам, правительство и Нацбанк занимаются этим вопросом. Отечественная пенсионная система. Она должна быть справедливой, устойчивой, отвечать интересам людей. Мы запустили очень важную, можно сказать, уникальную реформу. Возможность частичного изъятия и использования пенсионных активов. Кроме того, необходимо предоставить гражданам возможность управлять своими накоплениями через различные инструменты. Молодежь – двигатель прогресса. Нынешние дети будут определять рынок страны к 2050 году, подчеркнул Тукаев. От их конкурентоспособности будет определяться благосостояние страны. Инвестиции в молодых людей многократно окупятся и дадут плоды для нашего государства, уверен он. Глава государства также указал на необходимость существенной модернизации судебной системы. Он подчеркнул, что судебная система не должна быть замкнутой корпорацией. Теперь при назначении судей или другого должностного лица событие непременно должно освещаться на страницах газет, интернет-порталах или телевидении. Судебная система нуждается в специалистах в области налогообложения, недропользования, интеллектуальной собственности и корпоративного права. Отбор судей должен сопровождаться с освещением в средствах массовой информации, чтобы общество знало, за какие заслуги те или иные кандидаты были приняты на работу. Нужно развивать и альтернативные способы разрешения споров, что позволит находить компромиссы без участия государства. Такие институты хорошо показали себя в развитых странах. 2020 год стал настоящим вызовом для сферы здравоохранения страны. COVID-19 показал, нынешняя система далека от идеального. Необходима модернизация, заявил Хасым Джомар Токаев. В условиях пандемии актуальность этой проблемы стала очевидной. Система здравоохранения должна ориентироваться на пациентов, ставить во главу угла их интересы, здоровье и жизнь. Переход к такой модели возможен за счет персонификации, внедрения цифровых инструментов, расширения доступа людей к квалифицированной врачебной помощи. В этой связи особую роль играет развитие превентивной медицины, основанной на профилактике и ранней диагностике заболеваний. Сильный удар пандемии коронавирусной инфекции нанесла и представителям бизнеса. Огромное количество предпринимателей терпят убытки и с нетерпением ждут возвращения к прежнему ведению бизнеса. Хотя, благодаря своевременно принятым решениям со стороны государства, удалось сохранить стабильность. Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству подготовить законопроект о поддержке бизнеса. Соответствующий закон будет внесен на рассмотрение в Мажелис уже в июне. Необходимо сфокусировать внимание на поддержке малого и среднего бизнеса. Еще одна задача – создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Требуется разработать механизмы поддержки предпринимательства, основанные на принципиально новой регуляторной политике. Я уже дал поручение перейти на регулирование с чистого листа, которое значительно снизит издержки по открытию и ведению бизнеса. Соответствующий указ мною подписан в конце 2020 года. В соответствии с ним правительством готовится важный законопроект, который будет внесен в Мажелис в июне 2021 года. Прошу депутатов всесторонне рассмотреть данный законопроект с учетом пожеланий предпринимателей и общественных интересов. Президент Казахстана отметил, что все актуальные вопросы в обществе должны обсуждаться прежде всего в парламенте. Представители общественности и эксперты должны принять самое активное участие в подготовке законопроектов. Лишь от грамотного руководства и скоординированности всех структур можно добиться улучшения качества жизни населения. Подытожил Касым Джомар Тукаев. Аскар Мамин вновь возглавил правительство Казахстана. Депутаты Нижней палаты парламента Казахстана большинством голосов поддержали его кандидатуру на пост премьер-министра. Накануне поддержать Мамина настоятельно рекомендовал председатель правящей партии Казахстана Нур-Отан Нурсултан Назарбаев. В итоге кандидатуру Мамина из 107 депутатов Мажелиса одобрили 78. Напомним, он возглавлял правительство с февраля 2020 года. После прошедших 10 января текущего года парламентских выборов правительство сложило полномочия и теперь должен быть сформирован новый кабинет министров. Нурлан Нигматуллин переизбран спикером Нижней палаты парламента Казахстана. В ЦИК республики заявили, что на эту должность была выдвинута одна кандидатура. По итогам тайного голосования депутаты Мажелиса избрали Нигматуллина спикером палаты. Ранее в четверг Нигматуллин был переизбран главой фракции правящей партии Нур-Отан. Отметим, что пост спикера палаты он занимает с июня 2016 года. В Талдыкургане состоялась первая сессия областного Маслихата, теперь уже нового, седьмого созыва. Одобрен и утвержден состав постоянных комиссий, избранный председатель сессии и секретарь Маслихата. Но самое главное, утверждена программа развития территории на 2021-2025 годы. Кворум состоялся. В сессии приняли участие 45 депутатов. Состав седьмого созыва обновился полностью. Сменился и секретарь областного Маслихата. Человек в регионе довольно известный. До сегодняшнего дня был заместителем председателя областного филиала партии Нур-Отан. Жан-Баладжургенбаев уроженец Кигенского района. Ему 60 лет. Выпускник Казахского политехнического института и гуманитарного института имени Кунаева. За 44 года работы занимал разные должности в сельхоз и бизнес-структурах государственной службе. Новый депутатский корпус кандидатуру секретаря поддержал единогласно. Это высокое доверие. Оно и почетно, и ответственно. В течение этих пяти лет мы будем активно работать на улучшение благосостояния населения и реализацию всех поставленных задач. Утверждены в ходе сессии шесть постоянных комиссий, в составе которых по 7-8 человек. Они курируют вопросы землепользования, экономики, бюджетного планирования, туризма и других. Всего 25 направлений. Но самым главным вопросом сессии стало утверждение программы развития территории в период 2021-2025 годы. Главным ее отличием от предыдущих нормативных документов стало то, что разработана она с учетом пожеланий и предложений, высказанных на отчетных встречах Акимов с населением, обращений, поступивших на блок Акима области, в социальных сетях, в общественную приемную партию Нур-Отан. В ней определены три основных направления. Рост экономики региона, регион комфортный и безопасный для проживания, обеспечение нового качества жизни. По ним сформированы 16 целей и 25 целевых индикаторов. К 2025 году планируется довести воловой региональный продукт до 5 триллионов тенге, тогда как сегодня он составляет 3 миллиарда 343 миллиона тенге. На сегодня в инвестиционный портфель области входит 546 проектов на 5,4 триллиона тенге. Из них в обрабатывающей промышленности за 2021-2025 годы будет реализовано 37 проектов с общим объемом инвестиций 690 миллиардов тенге, созданием 4,5 тысяч рабочих мест. В том числе проекты с участием транснациональных компаний. Это же сухой по глубокой переработке мяса мелко-рогатого скота в Вилийском районе. Тайсон Фудс по переработке мяса крупно-рогатого скота в городе Капшигай. Две птицефабрики в Кербулакском и Уйгурском районах. Завод по переработке руды Жецу-Вольфрамы в Инбекши-Казахском районе. Строительство ветроэлектростанции Кункуат в Сарканском районе. В результате объем несырьевого экспорта будет расти на 8%. Производительность труда в обрабатывающей промышленности на 6%. Динамично развивается сектор малого и среднего бизнеса. Президентам поставлена задача к 2025 году довести его долю до 35%. В Алматинской же области на сегодня этот показатель свыше 32. К финалу реализации принятой программы прогноз доли малого и среднего предпринимательства в регионе составит 38%. В результате объем выпуска продукции и услуг субъектов МСБ достигнет почти 2 триллионов тенге. А численность занятых превысит 300 тысяч человек. Часть из них в сфере туризма. Отрасли, способные стать одним из экономических локомотивов, считают специалисты. «Принимаются меры все, чтобы уровень озера Алаколь не уступал международным курортам. Кроме этого, проводится реконструкция дорог до озера Балхаш, Кульсай и Каинде. Еще одним приоритетом является горный класс в Алматинске, где будут развиты туристические базы в Толгарском районе и Микшикадарском районе. В целом, все эти меры позволят увеличить количество туристов до 3,5 миллиона человек в 2025 году». Приоритетным для развития территории Алматинской области остается жилищное строительство. За период действия региональной программы планируется построить порядка 5 миллионов 400 тысяч квадратных метров жилья. 58 тысяч из них коммерческого, а из числа бюджетного жильем будут обеспечены более 3 тысяч социально уязвимых категорий и 5 тысяч 527 многодетных семей. Таким образом, обеспеченность жильем составит 21 квадратный метр на человека, что на 6 метров больше программы уровня 2008-2010 годов. Депутаты всей инициативы главы региона по улучшению жизни населения поддержали единогласно. Они будут не только следить за целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программы, а это ни много ни мало, почти 3,5 триллиона тенге, но и качество проводимых работ. Пусть народ знает, что мы имеем реальные цели. Не просто говорю, мы работаем, мы работаем, мы работаем. Каждая копейка будет вложена в дело. За то, что вы первая такая прекрасная программа поддержали, проголосовали, я вам, как глава региона, хочу сказать огромное спасибо. И мы вместе теперь будем его реализовывать, вместе будем работать. Уделила Кимобласти и особое внимание депутатам предыдущего созыва за плодотворную работу и успешную реализацию региональных программ по улучшению жизни населения, особенно в сельской местности. Глава области выразил признательность и вручил благодарственные письма. По заявлениям избиркома и наблюдателей, выборы состоялись. Активность электората области составила 73,5%. Из 360 мандатов 304 пришлись на партию Нур-Отан, 32 на партию Аул, 15 достались НПК, 7 партии Акжол и 2 партии Адал. Все они намерены работать на процветание региона. Перестановка кадров. Сегодня назначен первый замглавы Алматинского областного филиала партии Нур-Отан. По предложению председателя Алматинского областного филиала партии Аманды Кабаталова и Бюро политического совета областного филиала партии, а также приказом первого заместителя председателя партии Нур-Отан Пауржана Байбека, первым замглавы областного филиала партии Нур-Отан назначена Гульнар Тойлыбаева. До назначения она занимала пост заместителя председателя Алматинского областного филиала партии. Общий стаж партийной работы – 13 лет. Трудовую деятельность Гульнарту Илыбаева начала еще в 1989 году преподавателем средней школы в поселке Карабулак из Кельдинского района. В 2002 году заступила на должность главного специалиста отдела культуры района. Дальнейшую трудовую деятельность продолжила в отделах спорта и внутренней политики региона. Позже занимала различные ведущие посты в отделах общественно-политической и организационно-контрольной работы Алматинского областного филиала партии Нур-Отан. В свою очередь бывший первый заместитель Жан-Булла Джоргенбаев назначен секретарем областного маслихата. Гульнарту Илыбаева – специалист со стажем. За долгие годы работы в партии она доказала свой профессионализм, считая ее кандидатуру достойной. Нур-Отан – ведущая партия страны, поэтому на ваши плечи ложится большая ответственность. Желаю вам успехов на новом посту. Спасибо за доверие. Я постараюсь оправдать ожидания и буду дальше слушать и работать во благо народа. Вопросы укрепления межэтнической стабильности обсудили в Ямбекши-Казахском районе. В административном центре состоялся семинар, организованный Государственным управлением Кухамта Келесом. В нем приняли участие представители Совета медиации, Совет матерей, молодежной и религиозной организации. В рамках семинара участники высказались по поводу потенциальных конфликтных ситуаций и межэтнической напряженности в районах области. С первых дней независимости нашей страны межэтническая стабильность и толерантность ко всем представителям нации стала приоритетной задачей для государственной политики. На сегодняшний день в стране в мире и согласии проживают 140 этносов и более 40 конфессий. Немаловажную роль в таком результате играет работа Ассамблеи народа Казахстана. Ныне Государственное управление Кухамта Келесом. В рамках выездного семинара в городе Исык представители этнокультурных объединений обсудили методы улучшения их работы в районах Алма-Атинской области. Директор управления Кухамта Келесом Сандухаж Дусенва отметила, что важный инструмент в эффективной работе является вопрос финансирования. Мы решили в этом году больше внимания обратить на сельские местности, то есть в районные центры. В каждом районном центре у нас есть свои этнообъединения. В этом районе, в Бикшказахском районе их семь, даже говорят восемь, сейчас тоже последняя регистрация проходит. Представляете, эти люди работают на чистом энтузиазме. Нам надо эту работу поощрять. Раньше каждое этнокультурное объединение выделялось 500 тысяч тенге. Эту сумму в этом году благодаря поддержке Аманды Кагабасовича мы собираемся увеличивать. Особое внимание на семинаре уделили и вопросам религии, а также религиозной толерантности. Об этом рассказал начальник отдела Центра исследований проблем в сфере религии Алматинской области Айбек Балтабай. В своем докладе он отметил, что конфликты в этой сфере связаны в основном с деятельностью деструктивных религиозных течений. Управление по делам религии Алматинской области, также Центр исследований проблем в сфере религии Алматинской области, мониторит социальные сети на предмет потребителей деструктивного контента. Очень много потребителей деструктивного контента в социальных сетях по области. Поэтому мы призываем всех жителей области не потреблять религиозные материалы посредством интернет-пространства или социальных сетей, а обращаться к специалистам, к имамам, священнослужителям и так далее. Также не рассылать сомнительные сообщения касаемо религиозной тематики. В завершении мероприятия представители этнокультурных объединений прошли семинар-тренинг. В нем они получили ответы на интересующие вопросы о мирном разрешении конфликтных ситуаций посредством медиации. Аделя Кжаркенова, Ербола Тантелов, телеканал ЖИЦУ. Пандемия коронавируса стала стресс-тестом для всех государств мира. Каждая сфера стала пересматривать свои подходы к работе. Не осталась стороне и мировая журналистика, которая также меняет свои взгляды на освещение той или иной темы. Университетом Центральной Азии при поддержке посольства США в Казахстане реализуется проект «Научная журналистика», в рамках которого проводятся онлайн-встречи с видными деятелями разных стран. Очередную из них возглавил президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман. Всемирная пандемия породила наплыв дезинформации. Множество слухов, онлайн-мифов и теорий заговоров. У этого потока намеренно искаженной информации даже есть свое название – инфодемия. Она приводит в ужас население и оставляет психологическую травму некоторым людям. Примеров таких очень много. Поэтому в освещении COVID-19 очень важно не опираться на разные предвзятые источники, а полагаться на медицинских экспертов, говорит Алмаз Шарман. То, как информация будет донесена, играет, пожалуй, ключевую роль тем, чтобы было доверие к этой информации, чтобы она была предоставлена доступным изгоном, безо всяких лишних терминов. Поэтому я с удовольствием общаюсь с журналистами, которые, в общем-то, я их отношу тоже к тем людям, которые на переднем крае борьбы с этой пандемией, помимо врачей и других медработников. Ученый с 30-летним опытом в области иммунологии, медико-демографических и биомедицинских исследований, возглавляющий Академию профилактической медицины Казахстана, подробно остановился на нынешней ситуации, связанной с пандемией. По его словам, в мире неуклонно растет количество заболевших коронавирусом. Такими темпами в ближайшую неделю почти 100 миллионов жителей планеты будут заражены, из которых порядка двух миллионов станут жертвами коронавируса. Это достаточно высокая цифра. Поэтому профилактической деятельности нужно уделить особое внимание, советует Алмаз Шарман. Сейчас нужно предпринимать очень серьезные меры к тому, чтобы люди просто надевали маски, избегали общения. И это не так сложно. Я вот был недавно, буквально три недели назад в Турции, все носят маски. И население очень хорошо это понимает. Я проходил, как-то просто спустил маску для того, чтобы поговорить. Мне двое людей по дороге предупредили, чтобы я надел маску. Я вот хожу здесь, захожу в офисы, в лифт сажу, многие не надевают маску. Почему так сложно надеть, я не могу понять. Здесь вы защищаете не просто себя, но и других. Очень много людей, которые страдают хроническими болезнями, они под высокими рисками. Университет Центральной Азии, школа профессионального непрерывного обучения, которые находятся в городе Текеле, продолжат активную работу в рамках этого проекта. Цель такого курса – правильное освещение научной темы для широкой публики. Это трехмесячный курс, который проходит в онлайн-режиме через Microsoft Teams платформу. И каждую неделю мы проводим сессии. И после сессии обычно у нас участвуют также ученые, которые по разным тематикам рассказывают о своих исследованиях и отвечают на вопросы журналистов. Я думаю, что такие встречи очень полезны для журналистов. 24 молодых журналиста со всего Казахстана сейчас проходят обучение на этом курсе. Он завершится в конце марта. Гульназ Мустафа, Хайрат Кастурганов, телеканал ЖТСУ. Популярный житусусский исполнитель казахских народных песен Бейбет Мусаев награжден за вклад в развитие национальной культуры. На сегодня он единственный певец, музыкант из Алматинской области, удостоившийся медали имени Абая Министерства культуры и спорта. «Музыка живет во мне всегда», – говорит сам Бейбет Мусаев. Увлекаться пением он начал еще в детстве. В то время он не раз участвовал в школьных, районных и областных конкурсах. После поступил в Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы. Там же впервые начал записывать студийные песни. По окончании учебы его карьера продолжилась в Алматинской областной филармонии имени Суинбая. Здесь Бейбета ждали новые открытия, сотни концертов, гастроли не только по родной стране, но и за рубежом. Отрадно, что сегодня его талант оценили по достоинству. Радуется исполнитель. «На сегодняшний день я исполнил около тысячи песен. Для меня пение – это часть жизни. Конечно, очень приятно, что Министерство культуры и спорта нашей страны удостоили меня такой награды. Для меня она бесценна. Высокая оценка моего таланта – это заслуга всех наших жатусульских певцов-исполнителей традиционного пения. Спасибо». Вклад профессиональных певцов-исполнителей в казахскую музыкальную культуру очень велик. Именно они способствовали сохранению и распространению бессмертных образцов традиционного музыкального искусства. Певцы передают из поколения в поколение шедевры казахской музыки. Бейбета – один из таких. К тому же он – настоящий артист, прославляющий дамбру. Помимо этого, он не только исполнитель, но еще и прекрасный учитель для начинающих вокалистов. Отличный коллега и просто хороший друг для каждого из нас. Власти Германии обсуждают мега-локдаун. Страна зарегистрировала новый антирекорд за все время пандемии – 1244 умерших за сутки. Политики и врачи заявляют, что это далеко не предел. И улучшение ситуации пока ждать не стоит, учитывая стремительное распространение новых штаммов. В стране уже действует жесткий карантин минимум до конца января. Местные СМИ сообщают, что правительство рассматривает вариант еще более сурового мега-локдауна, включающего, например, полную остановку общественного транспорта. Жители Якутии переживают самую суровую зиму за последние десятилетия. Уже второй месяц столбик термометра держится ниже отметки в 40 градусов, а иногда опускается ниже 50. И это не предел. Метеорологи говорят, что холода продержится минимум до конца месяца и предупреждают. В регион могут прийти 60-градусные морозы. Одни утепляются, других холода не пугают. А дети морозы только в радость. В школах многих районов отменены занятия, пока не наступит относительное потепление. Такие холода – особая головная боль для автомобилистов. Водители вынуждены по несколько раз в ночь запускать двигатель, чтобы прогреть машину, а потому накрывают их специальными чехлами. Букмекеры Узбекистана вышли из-под подполья. Власти легализовали их деятельность, сообщает корреспондент Хабар-24. Офисы, где можно будет сделать ставки на спортивные события, откроются только осенью. Сейчас чиновники работают над нормативной базой, регулирующей эту отрасль. Ставки на спорт отныне легальны. Соседи рассчитывают, что букмекерские конторы пополнят казну страны. Согласно указу президента, компании будут обязаны отдавать часть прибыли на развитие спорта в Узбекистане. Местные игроки делали ставки в подпольных конторах, а некоторые и вовсе ездили за границу, чтобы испытать удачу. По данным чиновников, узбекистанцы пополняли чужие карманы почти на 150 миллионов долларов в год. 853 медали завоевали спортсмены Алматинской области на республиканских и международных соревнованиях. Из них 292 золотые, 258 серебряных и 303 бронзовых. Этот результат один из лучших в стране. Итоги прошлого года подвел руководитель управления физической культуры и спорта региона Нурбахет Тенезбаев на площадке Житусумидия. Успешным оказался прошлый год и по вовлечению населения в массовый спорт. Так, в Семеречье охвачено более 650 тысяч человек, а это 31,5% охвата жителей региона. Но главным достижением стало возведение крупных спортивных объектов. На сегодня таковых 33, в том числе 11 физкультурно-оздоровительных комплексов. В этом году планируется строительство еще целого ряда подобных объектов. Уже в начале этого года планируется открытие крытого плавательного бассейна. Еще пять объектов, переходящие на этот год. Это фоки в селах Жанцугуров, Наренков, Баканас, Достык и Чунжа. Кроме того, разрабатывается ПСД 10 спортивных объектов, в том числе 4 физкультурно-оздоровительных комплекса. Также объявлен конкурс проектно-смертной документации, строительство в Садокругане, спортивного зала для хоккея на траве и спортивного комплекса для художественной гимнастики и скалолазания. Это были все новости к этому часу. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин